так может быть такой еще вариант опять же по этой ситуации например соперник прессингует очень сильно хорошо значит получается такая ситуация что лзи отдает сюда опять идет к крайнему или например неважно не но не столь важно может сразу прошел крайному крайнего зажимаем здесь и у него как бы просто нет вариантов цепь не подключается как я уже говорил сюда и как бы у крайнего просто нет вариантов как бы сок перекрытым невозможно опять суп у вас его просто прессингует жестко тогда можно отдать пас сюда цепешнику цепешник набегает как бы цепешник набегает да как бы и это конечно страшно что если нет сок то есть получается у крайнего нападающего тоже два варианта есть но первую очередь этот сок если сильно прессингует нету возможности отдать соку то он дает цепля обратно возвращает цепи 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 когда принял мяч опять возвращает крайне то есть для чего это делается чтобы немножко спорт прессинг вывести вывести крайне атакующего игрока то есть он отдает в центр переключает внимание на центр естественно защитник начинает отходить немножко это тоже как бы останавливается может за ним побежать неважно цепи опять ему возвращает и дальше подключается опять сюда же вот так зону если только тут так нарисовано немножко малое пространство здесь то есть где-то ниже вот край штрафной они играют то есть понятно получается если жестко прессингуют если жестко прессингует то играем так пас 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 и обратно пас понятно на треугольники обязательно обязательно треугольник или там к примеру закрыта пас такой ситуации если допустим не отпуск значит он ты крайне идет идет пока откроется фланговый игрок фланговый игрок сразу как отпасовался центральный полузащитник сразу как отпасовался на план сразу подключается в атаку идет вперед понятно да пас пас этот пошел в атаку соп открывается пас пас ну и дальше пас либо так либо вот так при жестком прессинге пас пас этот соп у нас на цепи еще не подключился значит пас пас обратно пас цопу то есть но по сути получается такие своеобразные разыгрываются такие треугольники тык тык да вот так вот пас 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 активно участвуют вот эти вот все игроки то есть в зависимости от ситуации нету прессинга значит вот этот игрок понятно что лз она вряд ли будет где-то здесь дпз соперник он всегда будет здесь фланговый игрок наш здесь здесь как правило один ну может быть еще цап пусть не давать соп ну как бы опять же смотрим такой ситуации всегда есть диагональ пусть понятно тут должна играться все это видите так так этот отключиться этот сюда так так все уже цоп как бы выводит того же цип или форварда ЦОП доставляет ночь вперед на форварда, либо на подключившегося ЦП. Так, ну давайте сейчас еще раз повторим с самого начала, да, выход из обороны. Пас получает фланговик, ЦЗ открывается глубже, ЦОП отходит сюда, отвлекает на себя внимание игроков, ЦП открывается под фланговиком, получает пас, отдает на крайнего, подключается в атаку, ЦОП в этот момент на место ЦП открывается, получает пас и выбирает варианты, в зависимости от выхождения вот этих вот игроков, либо на ЦП, либо на форвард, понятно, да? ЛЗ, при жестком прессинге, при жестком прессинге, ЛЗ на ЦП, ЦП на форвард, крайнего, тот возвращает, опять в стеночку играет, и уходит вот так вот, ЦОП уже здесь. Опять получает пас и варианты. Старайтесь не делать столько, особенно вот кто на ЦОПе играет, старайтесь либо прямые вперед, либо диагональные пасы давать. Ни в коем случае в центре не играйте поперечками, либо назад, на ЛЗ, вот, диагональ. Но ни в коем случае не поперечками. Вот этот ЦПшник, как бы, уже должен тоже здесь быть. Все, вот с опытом так же только три варианта. Вернуть на фланг века, либо прямой на форвард, либо на ЦПшник, либо на форвард. Либо, если жесткий, значит тут уже есть варианты, либо самому пройти, либо попытаться вытянуть защиту. Ну, там же. Ну, там же.